Приветствую вас, Ольга. Знаете, я мог бы, наверное, выделить, пожалуй, несколько ключевых моментов, на мой взгляд, конечно же, которые, как мне кажется, являются определяющими вашей ситуации. В первое время это очень много неопроектированных боли, агрессии и обид. Это то, что у вас подавлено. Это достаточно много, довольно много подавлено у вас этого. Соответственно, если что-то и фонит в скобочках, то это как раз таки оно, условно говоря. Это оно. Это вот именно то, что как раз вас поправляет. Да, вот самое неопроектированное чувство, которое у вас есть. Понимаете, что я имею в виду. Дальше. Я бы сказал, что есть, ну, какое-то вот чувство вины у вас, вероятно. Есть проблемы с восприятием себя, с принятием себя. Да, потому что то, что родители ссорились, вы принимали на свой счет. Вот. И как мне кажется, ну, продолжаете принимать свой счет, да. Вот. Несмотря ни на что. То есть вам надо бы отстраниться от этого, вот, и, как бы, ну, позволить себе не воевать с собой, а, из-за своих родителей. Из-за своих родителей. Вот. Дальше. Это драматичность, вот, которую вы описываете, связанная с, ну, вот, вашим, ну, вот, родителем. Или одним из родителей, я бы сказал. Вот. Как бы, да, тоже достаточно такой важный момент, где принципиально важно выразить агрессию, да, выразить обиду, боль, вот, и, как бы, люди травмируются очень часто. Потому что этим не просто так. Люди травмируются, потому что начинают себя винить, что с ними что-то не так и так далее. Вот. Вот. То есть, как бы, а, проблема в этом заключается. А, еще, на что я хотел бы обратить внимание ваше, это на то, что, а, на мой взгляд, вы много достаточно живете в прошлом, вот, и у вас не особо наполнено жизнь, жизненно настоящим. Ну, несмотря на то, что, ну, несмотря на то, что вроде бы вы замужем, вроде бы вы должны переезжать в другую страну, но, как бы, мне кажется, что вот со смыслом жизни, да, вот с тем, чем вы, там, условно говоря, занимаетесь по жизни, вот тут вот у вас есть жизнь. Некоторые проблемы, некоторые трудности. Следующий момент, это граница ответственности. Ну, то есть, ваше ответственность. Мне кажется, что вы слишком много на себя берете и, как бы, ну, обесцениваете себя достаточно сильно, да, обесцениваете себя, вот. Вам, вот, как вы сами пишите, не хватает тепла, любви и поддержки, вот, это делает вас зависимой от других людей с одной стороны, и с другой стороны не научает вас самостоятельно удовлетворять свои потребности с другой стороны. Вот, к сожалению, это все является проблемой, ну, проблемой, это все является проблемой. Вот, вот, я думаю, что на своей сестру, младшую, вы, ну, в той или иной степени переносите невыраженный протест против того, как, эм... Относились к Москве, я думаю, что на цифру вы переносите свою боль от того, что с вами что-то не так. И вопрос вам будет такой, почему, если у меня папа не как у всех, то и я не такая как у всех. Дальше, взаимодействие с мамой, достаточно важный момент, как я надеюсь вы понимаете, почему. Потому что мама, мама это ну в общем-то та, кого вы считаете жертвой, та, кого вы жалеете, мне так показалось, но и та, кого вы вероятно обрадуете. Но мама, к сожалению, имеет очень деструктивный сценарий поведения. Не знаю, видите вы это или нет, но мама выбирает очень неблагополучных мужчин, мама очень обесценивает себя, в силу, в силу чего ее обесценивает мужчина, вот. Так, к сожалению, обстоят дела. И она таким образом получает, возможно, себя жалеть и быть, ну, быть жертвой, быть, условно говоря, несчастной, для себя что-то требует, для себя что-то получает. Вот. Такой вот. Вот. Это, конечно, деструктивная стратегия, вот. Деструктивная стратегия, надо ли поведение. И вам нужно как-то вот себя от мамы, да, немножечко отстранить. То есть вот что происходит с ней, вас не касается, ее, как дочь, то происходит с сестрой. Вот. И хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы занимаете родительскую, ну, родительскую позицию по отношению и к сестре, и к своей маме. И, возможно, к отчиму. Мне кажется, что вот где-то, в глубине души, вам кажется, что если вы будете какой-то супер хорошие, если вы будете какой-то супер правильные, то вас просят пойму, что вы будете какой-то супер правильный. И так далее. И защитят. Но это будет настолько обесценивать. И вполне возможно, что вы повторите этот сценарий со своим. Ой, ой. Чтобы этого не произошло, нужно изменить восприятие себя. Нужно изменить модель отношения к себе. Для животных, для психотерапии, конечно же. Вот. А для поднятия самооценки, для того, чтобы немножко изменить свои ценности и так далее, и так далее, и так далее. Просто то, что вы увидите, то есть вы будете в одном месте, а кто-то другой будет в другом месте, это ничего не решит. Не нужно так думать, это неправда. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok